Мой совет для молодежи. В возрасте 25 лет совершайте побольше ошибок. И не беспокойтесь об этом. Главное, когда падаете, поднимайтесь. Я два раза проваливал заключительный экзамен в начальной школе и три раза проваливал вступительный экзамен в среднюю школу. Когда я окончил университет, я начал искать работу и получил 30 отказов. Так что наслаждайтесь процессом, когда вы в молодом возрасте. Извлекайте пользу из уроков, которые преподносит вам жизнь. Просто наслаждайтесь шоу. В возрасте от 30 до 40 лет вы должны очень ясно мыслить, чтобы быть максимально продуктивным в деле всей своей жизни. С 40 до 50 вы должны сфокусироваться на вещах, в которых вы по-настоящему хороши. Но когда вам от 50 до 60, инвестируйте в молодежь. Потому что молодые люди могут работать лучше вас. Так что полагайтесь на них, помогайте и наставляйте их. И очень скоро вы убедитесь в том, что они настоящие профессионалы. Но если вам около 25 лет, не переживайте насчет неудач. Каждая ошибка сегодня — это прибыль в будущем. Это прекрасная возможность для вас. В будущем будет идти борьба не за знания. Это будет борьба за креативность. Борьба за воображение. Борьба за обучение. Это будет борьба за нестандартное мышление. А если вы будете мыслить как все на автомате, у вас появятся проблемы. Последние 20 лет люди работали как машины, а в следующие 20 лет машины будут работать как люди. Так что будущее не за знаниями, а за мудростью и опытом. Прошлое было за знаниями и производством, а будущее будет за креативностью. Я думаю, что за следующие 30 лет мир очень сильно изменится. Новые технологии изменят каждый аспект нашей жизни. Я просто уверен в этом. Мир должен фокусироваться не только на IQ и EQ — эмоциональном коэффициенте, но также на LQ — коэффициенте любви. Потому что только тогда, когда вы будете заботиться о тех, кому живется хуже, и о тех, кто преуспел, кто успешнее вас, у вас есть шанс изменить этот мир и создать что-то стоящее. 15 лет назад интернет был чудом. Тогда интернет казался чем-то очень умным и нереальным. Но сейчас он таким не кажется, потому что все умные пользуются интернетом. Так что вы должны начать с чуда. Я допускал ошибки. Многим из вас это может показаться смешным. Я два раза проваливал заключительный экзамен в начальной школе. И три раза я проваливал вступительный экзамен в среднюю школу. Я пытался поступить в университет, и для этого мне нужно было сдать вступительные экзамены. Их я провалил три раза. Представляете, я три года пытался поступить в университет. А когда я его окончил, я начал искать работу и получил 30 отказов. Я хотел устроиться в полицию, но там мне сказали, ты нам не подходишь. Я даже пытался устроиться на работу в KFC. Тогда KFC появился в Китае. Помню, нас было 24 человека. Мы пошли устраиваться туда на работу. 23 человека приняли, а я был тем одним, кому отказали. И когда мы в пятером устраивались в полицию, четверых взяли, и одному мне отказали. Так что я привык быть отвергнутым. Я привык получать отказы. О, кстати, я говорил вам, что 10 раз подавал документы в Гарвард, и там мне тоже отказали. Я многому научился из голливудских фильмов. Особенно из фильма Форест Гамп. Вам нравится Форест Гамп? Я обожаю Фореста. Почему? Потому что он был простым парнем, который никогда не сдавался. Люди считали его глупым, но он знал, что делает. Я был очень расстроен в тот день. Я был в Штатах в 2002 или 2003 году. Я так хотел посмотреть этот фильм, но не мог получить доступ к интернету. И все же, когда я посмотрел фильм Форест Гамп дома у моего друга, я подумал, это тот парень, у которого мы все должны поучиться. Верьте в то, что вы делаете. Любите это. Не важно, как тебя воспринимают люди. Будьте проще. И особенно мне нравится фраза, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Верно? Я подумать не мог, что буду здесь выступать перед вами. Я никогда не знал, что так будет. Но сегодня я сделал это. Я говорил людям, с которыми жил 15 лет назад, что мы должны упорно трудиться. Не для себя, а для того, чтобы помочь окружающим стать успешными. 80% молодежи в Китае могут стать успешными. Ни у кого из нас нет богатых родителей, влиятельных родственников. У нас нет ни доллара в банке, ни связей в правительстве. Мы просто должны работать как команда ради общего успеха. Я беспокоюсь о том, что сегодня много молодых людей теряют надежду, не ставят цели и начинают жаловаться. В своей компании я сталкиваюсь с этим. И по себе знаю, это не очень приятное ощущение быть отвергнутым столькими людьми. Из-за этого мы часто впадаем в депрессию. Но это же не навсегда. Слегка оправившись, мы понимаем, что в мире есть очень много возможностей. А как вы смотрите на мир? Вы хватаетесь за возможности? Я, к примеру, сумел разглядеть пользу в голливудских фильмах и многому из них научился. Когда я был молодым, я всегда говорил себе, все возможно. Но сейчас я смотрю на других и вижу, что не все возможно. У каждого из нас есть масса своих вещей, о которых мы должны думать. Я, к примеру, должен следить за глобальными вещами. Я должен учитывать интересы покупателей, общества, сотрудников, акционеров. Так что, если вы, невзирая ни на что, будете продолжать усердно трудиться над своими вещами, у вас появится масса возможностей. Нет никакой миссии. Просто если ты ничего не делаешь, все невозможно. Но если вы сделаете первый шаг, у вас хотя бы появится надежда. Просто успокойтесь и наслаждайтесь игрой. Выход есть всегда. Сохраняйте спокойствие. И в то же время будьте готовы атаковать. Потому что бизнес — это соревнование. А соревнование — это весело. Бизнес — это борьба. Если мой конкурент проигрывает, я становлюсь победителем. И даже если потом проиграю я, появится другой победитель, верно? Так что бизнес — это захватывающе. Я не думаю, что в мире есть много людей, которым отказали больше 30 раз. Мой секрет в том, что я никогда не сдаюсь. Я как Форест Ганг. Я продолжаю бороться. Я продолжаю развиваться. Я никогда не жалуюсь. И здесь не важно, успешны вы или нет. Я заметил, что люди, которые увольняются из нашей компании, совершив ошибку или провалив проект, всегда жалуются остальным и никогда не пытаются к нам вернуться. Они сразу же сдаются. Они не хотят совершать ошибок, говоря себе, тут со мной что-то не так, и там со мной что-то не так. Они не понимают, что так устроена жизнь. Очень много людей, с которыми я общался в то время по поводу Алипэй, говорили мне, это самая идиотская идея, которая у тебя когда-либо появлялась. Но я сказал, если люди хотят этим пользоваться, мне все равно, глупо это или нет. И сейчас 800 миллионов человек пользуются Алипэй. Еще в 1999 и 2000 году, во времена Яху, многие говорили, этот Джек сумасшедший, он делает то, что людям не нужно. Венчурные капиталисты дадут тебе деньги, когда будешь работать по существующей американской модели. Алипэй, эта модель никогда не будет работать. Они продолжали повторять это. Да, этот Джек чокнутый, он просто спятил. Я помню, как впервые в журнале Тайм. Они назвали меня сумасшедший Джек. Я думаю, что быть сумасшедшим, это круто. Я был чокнутым, но не глупым. Я знал, что я делаю. Но если бы тогда все со мной согласились, если бы все поверили, что моя идея сработает, у меня не было бы шансов. Я очень благодарен инвесторам за деньги, которые нам удалось собрать. И когда они зарабатывают большие деньги, это для меня большая честь, и я горжусь этим. Все мы разные, и каждый из нас уникален. Так что вы должны иметь свой уникальный путь. В наше время большинство людей очень много жалуются. Говорят, у меня нет возможности. Я тоже много жаловался, когда был молод, и вдруг осознал, что жалобы не решают никакие проблемы. Возможности всегда в тех местах, где люди жалуются. В этом мире много возможностей из-за того, что в нем много жалоб. И если вы сможете решить хотя бы одну из этих жалоб, вы получите грандиозную возможность. Стать успешным и помочь окружающим. Это то, что я и сделал. Так что, если вы хотите стать предпринимателем, не бойтесь трудностей и поражений. Никогда не сдавайтесь. Когда мы начинали бизнес, нас было 18 совладельцев, включая меня. И большинство из этих 17 человек мои одногруппники. Сейчас люди думают, эти 18 человек самые умные люди в Китае. Но мы вовсе не самые умные. Мы просто всегда шли до конца. Мы все закончили очень бедные школы. Мы просто все следуем самым простым принципам успеха. Мы все верим в будущее. Мы все очень оптимистичны. Мы учимся на ошибках. Мы никогда не сдаемся. Если вы из богатых семей закончили престижные университеты, пожалуйста, уважайте людей из бедных семей, которые закончили обычные школы. А такие люди, как мы, из бедных семей. Пожалуйста, уважайте себя. У вас есть шанс изменить этот мир. А люди будут говорить, вам повезло. Да, нам очень повезло, что мы совершили так много ошибок. У нас было всего 19 лет, чтобы достичь сегодняшних масштабов. Мы прошли через столько трудных ситуаций. Мы сделали столько ошибок, что люди не могут даже себе представить. И за все 19 лет эти трудности сделали нас очень сильными.